В эфире канала ННТ Новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Привитый и непривитого заразит. Какой выход и что делать с теми, кто против вакцины? На эти и другие вопросы отвечали специалисты на пресс-конференции в Махачкале. Что наша жизнь? Шоссе, шоссе длиною жизнь. Тысячи дагестанских дальнобойщиков застряли на иранской границе. Учимся по стеатаре, теперь еще и по книге. Учебное пособие по овцеводству презентовал один из авторов издания, глава правительства республики. Настрой только на победу. Дагестанские тайбоксеры готовятся к чемпионату России. Более 149 тысяч детей привились от полиомелита в Дагестане за несколько дней вакцинации. Напомним, что туровая иммунизация детей от полиомелита стартовала в Дагестане 27 февраля. Первый этап завершится 5 марта, второй пройдет с 3 по 9 апреля. Об этом говорили на пресс-конференции с журналистами руководителей профильных ведомств. По словам специалистов, опасение вызывает тот факт, что число непривитых детей из-за отказа родителей продолжает расти. На сегодня это 18 тысяч человек. Связано это, как правило, с потоком фейковой информации в соцсетях. Спикеры напомнили и об уголовной ответственности за распространение подобных текстовых аудио- или видеосообщений. Эксперты уверяют, что прививка безопасна, защищает от всех разновидностей полиомелита, в том числе и от острого вялого паралича. На сегодня у нас достаточно вакцины во всех городах и районах. Мы к этому готовились. Дополнительно была закуплена вакцина, живая оральная вакцина. Многие говорят, почему это выбран сезон сейчас. Доказано, что в летний или жаркий период активность этого вируса выше, чем тот период, который выбран сейчас для проведения этой иммунизации. То есть к тому активному периоду у наших детей уже вырадуется достаточный иммунитет для того, чтобы противостоять этому. Пожалуй, среди всех вакцин календаря прививок, да нет даже, пожалуй, среди всех вакцин, которые в мире существуют, живая вакцина – это самая безопасная по чистоте побочных проявлений и реакций. Расскажу отдельно, из чего состоит живая оральная вакцина. Это 30 микрограмм кономицина, антибиотик. 30 микрограмм – это 0, 5, 0 и 3. Ну, словно говоря, чтобы вы понимали, коробочку с антибиотиками откройте, в течение 15 секунд вот так глубоко подышите, вы дозу больше получите, чем то, что там в вакцине будет. Второе – магнезиохлорид. Это стабилизатор вакцины. Его применяют при гиповитаминозе, в том числе у беременных. И третье – вот два этих ослабленных вируса полимилита. То есть по химическим примесям и по содержанию, но одна из самых, в кавычках, нехимических вакцин. На пресс-конференции прозвучали и вопросы, касаемо образовательного процесса в школьных и дошкольных учреждениях. Журналисты интересовались правомерностью действий отдельных руководителей, которые освобождают привитых детей от занятий. Ситуацию прокомментировала представитель Министерства образования. Кто-то принял решение о том, что непривитым детям будет организован дистанционный образовательный процесс. Понятно, что это тоже определенный дискомфорт для родителей, это сложность реализации в силу возраста детей. То есть это наши малыши, которые, может быть, еще не привыкли к дистанционным формам обучения. Привитые дети должны, еще раз говорю, находиться в образовательной организации в рамках своего образовательного процесса. И только для непривитых детей должен предусматриваться иная форма образовательного процесса. И где-то она может быть разная, где-то это может быть параллельно, еще раз скажу. Где-то это может быть дистанционно, где-то это может перевод в другую смену и так далее. Но привитые дети должны сохранять тот график, по которому они обучаются. Меньше километра за 10 дней. Дагестанские перевозчики испытывают проблемы при пересечении Ирано-Азербайджанской границы. В населенном пункте Астара наши дальнобойщики сталкиваются с несоблюдением очередности и из-за этого простаивают на границе. У многих, как правило, за это время портится сельскохозяйственный груз, что несет за собой многомиллионные убытки. В проблеме разбиралась Патимат Ханапова. Мы простаиваем на дороге, тут нет воды. Тут нет туалета, тут нет продуктов. В сутки на пункте пропуска Астара простаивают более тысячи наших фур. 10-километровая пробка здесь образовалась из-за несоблюдения очередности. Проблемы с прохождением таможни на государстве на границе двух стран длятся уже около пяти лет, говорят дагестанские перевозчики. Все иранские вот по левому ряду заезжают без очереди. Контейнеры, тинта, а все скоропорты стоят вот так вдоль дороги. Никаких условий нету покушать. Стоят 8-9 дней в очереди, чтобы выехать на территорию Азербайджана. А чтобы доехать до Москвы, уходят 15-16 дней. Это скоропорт, портится товар. Когда доезжает в Москву, клиент отказывает от этого товара. Водитель, который выехал, заработал 100-150 тысяч рублей, попадает на 500-600 тысяч рублей. Водители говорят, предвзятое отношение к нашим перевозчикам здесь налицо. Кроме того, для дагестанских дальнобойщиков искусственно повышают цену на топливо, либо вовсе его не продают на местах. Очень интересное государство. Некому пожаловаться, не у кого спросить. Никто ни за что не отвечает. И нету нашего представительства, чтобы куда-то можно было пойти и высказать свое недовольствие. Машины прямо на улице стоят при заезде в таможню. Их обворовывают. Всю ночь ребята не спят, стоят у машин, караулят, чтобы не украли. И по лестнице открывают, и колеса воруют. Еще одна важная проблема – отсутствие на пункте пропуска терминала, куда могли бы заезжать водители и ждать своей очереди. Вместо этого дальнобойщикам приходится стоять вдоль высокоскоростной трассы, что небезопасно. Строительство терминала власти анонсировали еще года два назад, но до сих пор нет никаких подвижек. Негде стоять. Нет такого терминала, куда мог водитель заехать, спокойно отдохнуть, пока дойдет до него очередь. Да, сегодня очень многие наши водители ездят в Иран, в связи с тем, что закрыта Европа, все товары водят с Ирана. Если они своим иранским машинам ничего не говорят, если наша российская машина где-то что-то станет, они снимают номера. Номера снимают, паспорт забирают, потом только можешь забрать, только если им, как это называется, им дашь, только через это забираешь обратно. Но вообще, я не знаю, деньги дашь, можно стоять, ничего не говорят. Деньги не дал, стоять запрещено. От безысходности объединение автомобильных перевозчиков Дагестана со своими проблемами обращали в самые разные инстанции. Везде обещают помочь, но проблема так и не решается. Понятно, что вопрос межгосударственного значения и, безусловно, он непростой, но это не значит, что его решение должно откладываться на года, возмущаются перевозчики. В данный момент даже мы не знаем, куда обратиться, чем помочь этим водителям. К сожалению, куда мы не обращались, нам никакой помощи еще не оказано. Патимат Ханапова, Саид Шагидов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ. В отличие от наземного транспорта, транспорт воздушный пока проблемы не испытывает. Более того, с 15 марта между Дагестаном и Азербайджаном возобновится авиасообщение. Рейсы по маршруту Баку-Махачкала-Баку будут выполняться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Об этом на своей официальной странице сообщил глава республики. Сергей Меликов отметил, что многие дагестанцы давно ждали этой новости, ведь в соседнем государстве проживают их родственники. Кроме того, между нашими народами всегда были дружеские связи, которые подкреплены сотрудничеством по целому ряду направлений, отметил руководитель региона. И к другим темам. Книгу «Овцеводство Дагестана. Прошлое. Настоящее. Будущее» презентовали в Национальной библиотеке. Издание примечательно еще и тем, что одним из его авторов выступил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Помогал ему в работе кандидат наук Абдулсалам Хажоков. Издание рассчитано на широкий круг читателей, специалистов и студентов сельскохозяйственного профиля. Наш образ жизни – «Овцеводство». Мы должны любить «Овцеводство», мы должны любить «Овцеводов». Конечно, очень много вопросов есть в развитии «Овцеводства». Помимо того, несколько дней районов, где «Овцеводство» развивается, мы должны дальше тоже, Бухтарли Ташман Бетович, принимать все меры государственной поддержки и развивать «Овцеводство» надо по всему Дагестану. И к новостям спорта. Дагестанские тайбоксеры выступят на чемпионате России. Турнир стартует 15 марта в Магнитогорске. В эти дни наша команда проводит финальный этап подготовки на базе в пригороде Махачкалы. Своим опытом со спортсменами также делятся профессионалы, обладатели чемпионских поясов – Лиг, WBC и RCC. Тему продолжит Курбан Рагимов. Разминку проводит новый чемпион мира по версии WBC Салимхан Ибрагимов. Титул этой престижной лиги тайбоксер завоевал месяц назад. На турнире в Таиланде он, будучи 10-м номером рейтинга, одолел действующего чемпиона мира из Бразилии Виктора Хьюго. Я увидел этот титул, WBC – это номер один версия. Я с детства положил глаз на этот пояс, очень сильно он мне нравился, хотел его выиграть, можно сказать, мечта моя была. И мне удалось это свершить. Я в себя верил, потому что я, можно сказать, всю карьеру шел к этому поясу. Я прошел очень хорошую подготовку в Таиланде с моим тренером Николаем Васильевичем. Мы очень хорошо подготовились, я знал, что я его выиграю. Вообще я рассчитывал на досрочную победу, я думал, что я уроню его. Были моменты, что я попадал, он падал, плыл, но уронить его не получилось, очень крепкий парень оказался. Эта победа стала для Салимхана Ибрагимова 31-й в карьере. Он вырос в Нижневартовске, тренируется в Екатеринбурге, но не теряет связь с малой родиной. На сборах вместе с дагестанской командой выходец из Гунипского района проведет 10 дней. Защищать свой титул Ибрагимов будет в октябре в Англии, но перед этим планирует провести еще два боя в России. Конечно, это моя родина. Я здесь родился, рос до 11 лет. Очень люблю это место, стараюсь почаще приезжать. И вот сегодня я очень рад и горд вернуться в свою родную республику с этим поясом, где меня очень тепло встретили. Спасибо им за это, моим родным, близким. Пришел в этот зал, где сейчас наша сборная Дагестана. Тут все очень топовые ребята, сильные спортсмены. Из них каждый достоин того, чего я достиг. Просто им нужно немножко терпения, дождаться своего часа. Вместе с Салимханом Ибрагимовым здесь же тренируется и Кемран Набати. Обладатель чемпионского пояса Лиги РСС недавно защитил свой титул и теперь готовится к новому этапу своей карьеры. Следующая цель – пояс Лиги One Championship. Мы прибыли сюда поделиться опытом с молодыми ребятами, сами с ними поспарринговать. Молодые ребята тоже уже на пятки наступают, стараются не уступать, нападают на нас. Дальнейшие планы у нас, наверное, будут One Championship. Мы много говорим и никак переговоры у нас чуть-чуть затягиваются. Я надеюсь, что после Рамадана мы выступим в этой организации. Для меня One Championship, потому что это сейчас лучшая организация в мире в нашем виде спорта. Там много крутых, сильных бойцов, все лучшие бойцы мира там. И я хочу драться с лучшими бойцами мира, конкурировать с ними и хочу забрать пояс. Приезд титулованных земляков станет для местных тайбоксеров большим стимулом, уверены тренеры команды. Сборную Дагестана на чемпионате России в Магнитогорске представят 18 спортсменов. К столицу Челябинской области они идут только за золотом. Это очень важный старт, который будет отбираться на чемпионат мира и вторые игры СНГ. Это очень важные старты два, которые нам предстоит, потому что у нас в связи с такими обстоятельствами не было международных стартов. И обещают, что с этого чемпионата России будет отбор. Навати Кимран, Салимхан, они сами наши тайцы, которые выступали по любителям, показывали очень хороший результат. Это большой пример для молодежи, которые предстоящим наши другие еще и юниорские составы, и взрослые. Здесь в основном тоже очень много ребят, которые только-только перешли. И для них это очень пример, конечно, они смотрят на них, они следят, прямые трансляции смотрят, когда они боксируют. Сбор дагестанской команды на базе в пригороде Махачкалы продлится до 12 марта. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На сегодня это все новости. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Телеграм-канале. Хороших вам новостей и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова